Да, мы первые. А ты говорил, очередь, очередь будет. В 6 утра хотел приехать. Издевает. Мы были бы здесь в 6 утра, как дебилы бы сидели, блин, тут в пустыне. Не верьте всему, что говорит Ваня. Я вообще говорил, не надо сюда ехать так рано. Про-трак. Так, друзья, все, выезжаем с вами в Техас. Как все происходило, как я взял грустный Техас? Сплю я. Сплю, никого не трогай. Звонит мне Максим, лысый. Прям звонит, звонит, звонит с утра. Я думаю, да что, что ты собака сутулая. Вот. А он звонит, говорит, трак сломался. Грустный Техас у меня. Забирай. Платит. Платит реально нормально. Ну, хорошо платит. Я такой думаю, Макс, ты что, Басик, брат. Короче, я в порт. Всю пятницу я провел в порту. Это капец, конечно, там, блин. Порт Майами, это еще та история. Такое себе, знаете, там, удовольствие, как бы, вот. Ну, ладно, не суть. Забрал я контейнер. У меня внутри контейнер. Блин, весь вес смещен назад. Ну, я не могу же проверить. Изначально, он, кстати, Макс, под этот трак стоит. Вот. Вес смещен, блин, весь назад. У меня сзади на трейлере перевес. Ну, мне придется раздвинуть оси. Я сейчас выйду с парковки и раздвину оси. Потому что здесь маневрировать надо. Мы едем в Техас. Мы едем сначала прямо на границу Мексики. Вот, я, блин, не помню, как город называется. Маккан. Ну, как-то Макканул. Как-то так, вот. Там разгружаем контейнер просто, ну, просто разгружаем, да, на ванхаусе. И оттуда, оттуда уже поедем в Хьюстон скинуть контейнер. Просто скинуть контейнер и все. Поменял я фару. Перегорели же обе фары эти. Поворотники, они же реснички такие. Значит, одна фара бушная, одна фара новая. Новая автомаркетическая. То есть не оригинальная, да, просто как она работает. И если она работает нормально, то по ключу она. Такое в моей жизни в последнее время интересное событие происходит. Что, честно говоря, такое себе настроение. Что-то ничего снимать не хотел. Да и не хочу, если честно. Как-то я погружен в кучу геморроя всякого разного характера. Вот. Я вот думаю купить, короче, Неспрессо кофе в трак. Блин. Ну, очень классный кофе именно Неспрессо. Я вот готовить вот это все там. Я знаю, что можно делать крутой кофе. Но это надо прям заморачиваться, да. Естественно, никто этим заниматься не будет. Ну, я, допустим, таким заниматься точно не буду. Поэтому я, допустим, выбираю для себя просто Неспрессо офигенная штука. Пока. Гольф Кост CDL тренинг предлагает двухнедельные курсы подготовки водителей CDL в Венис, Флорида. Класса не более 5 человек на инструктора. И LDT курс можно пройти и сдать тесты из дома. Если вы не проживаете во Флориде, не нужно становиться ее резидентом. Принимаем пермиты из других штатов. Стоимость обучения 3500 долларов. Тест включен в стоимость. Помощь в трудоустройстве. Инструктор имеет 20-летний опыт в траковой индустрии и тренировке трак-драйверов. У нас вы получите все, что вам нужно для успешного старта. Вот, ребята, полезный завтрак. Видите, рыбка, яичко. Значит, заправляться я здесь не буду. Заправляться я буду дальше. Дальше дешевле. Вот, значит, какая проблема. У меня вчера опять ремонта на 2,5 тысячи долларов. На 2, сука, с половиной тысячи долларов. Итого у меня за последний месяц у меня минус 6,5 тысяч долларов только на ремонт. И еще 2 колеса на подходе утренда. Ну, прям вот на подходе, прям вот совсем на подходе. Одно прям совсем уже. Уже подошло это. А, это капец какой-то просто. Вот он и тракинг, блин. 5 утра, у меня же парковка полупустая. Ну, не суть, ладно. Поменяли вчера 3 велва, 3 клапана. Один из клапанов с АБС-датчиками стоит 1400 долларов. Клапан нормально. Это капец. Я вчера, конечно, когда цену услышал, я охерел вообще. Ни хера себе. Ну, все, я не мог ничего. У меня трейлер не опускался, не поднимался. У меня пины не уходили. Оси было не... Вообще ничего было не сделать. Просто вот все вот. В одном положении было все. А мне надо обязательно оси было раздвинуть. У меня задевес большой. Плюс сил потек. Опять, кстати, я поменял перед Аляской, поменял 5 силов. И потек сил. Причем потек так, что это охренеть вообще. Он, блин, залил там все. Пришлось еще колодки менять, тормоза. Чтобы вы понимали. Погнали работать. Что делать? Видимо, представительные. Я хотел выехать такой, думаю, да, я сейчас выйду там на недельку, на полторы. Там что-нибудь такое, да. Хотя, с другой стороны, я тоже сейчас, видите, такая остановка с грузами, что их нигде нету. Их нету нигде. Ни во Флориде, ни... Их просто нет. Нету смысла. Как-то раньше был смысл там уезжать, месяц работать и потом во Флориду возвращаться. А сейчас нет смысла, что во Флориде столько же грузов, сколько и везде. То есть, поэтому, в принципе, я когда буду видеть груз на Флориду, буду ехать. Просто буду сразу же искать оттуда. То есть, ну, приезжать там не на неделю, на 10 дней, как я раньше делал, да. Там месяц работаешь, неделю. Нет, а просто так, ну, так, сколько. Приехал, груз нашел и ехал. Блин, не заткнешься ты, нет. Вот и все. Да, Иван, молодец. Проснуться в 3.30 утра ночи. Вот, выехать в 4 утра, чтобы к 8 утра попасть в Батан Руш. 20 миль пробка. А, вру. Че я вру-то? 12 миль пробка. 20 километров, да, где-то примерно. Вот. Просто трафик дальше. Все. И это ж пустое, это каждый день. Это маленький город, вот, но настолько ублюдский, что это просто жесть. Вот, так что, ребята, вот, делай, как я. Делай, как я. Эй, ты посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я. Да, Батан Руш, это обычная история, на самом деле. Вот я сколько въезжу, сколько живу, ничего не меняется, да. Дело в том, что там огромный поток едет через вот горлышко, да, бутылку назовем так. И это проблема. И плюс там развязка еще. То есть это одним надо направо, другим надо налево. Одним надо прямо, другим на мост, третьим по объездам, куда-то по другой. Ну, короче, это там целое приключение. Вот. И, конечно, вообще, в принципе, вот эта трасса, десятка, назовем тогда, ну, двенадцатый такой кусок, просто вот. Ну, в целом, вот эта южная часть, она, конечно, перенасыщена уже. То есть она прямо перенасыщена, перенасыщена, короче, очень много машин. Поняли, да? То есть вот то, что мы сейчас едем здесь широко, да, три полосы, это только кусок. А на самом деле везде две полосы. Сейчас будет дальше тоже две полосы. Так что, ребята, батан Руш, 8 утра, час пик. А самое то, вот, разгружаться я должен был через час в Техасе. Но что-то не успеваю я немножко, вот, на десять часов не успеваю. Так что, не знаю, сегодня не доеду мне до туда. А был бы у меня локбук резиновый, я бы доехал бы без проблемы. Вот, но у меня локбук строгий, поэтому я не доеду. Сейчас проезжал чекпоинт, ну, бордер патрол. Ну, во-первых, один трак шмонают просто конкретно, прям, видно, что в мусоре роются. Вот, и у меня первый раз сейчас просили, ну, предоставить пруги гринкарты. Обычно, но я говорю просто гринкарты. Они такие, а, ну все, и давай, вали, короче. Вот, а сейчас прям показывал гринкарту. Первый раз такой. Но ничего не стали смотреть просто. Два часа я потратил только на то, чтобы пересечь... Вообще, чтобы сюда заехать. Это капец, конечно. Я ненавижу порты, отвечаю. Просто это... Ну, хуже, чем порты, я не знаю, что может быть. Это в каждом свои правила, в каждом какая-то бредятина, блин. Это просто капец. Это капец просто. Я реально, я уже с ума схожу просто здесь. Естественно, я не успеваю сегодня забрать груз. Ничего не успеваю. Короче, идут все в жопу. Значит так, друзья. Порту я провел в районе 4-5 часов, чтобы скинуть один странный контейнер. Это, конечно, порт Хьюстона. Это просто чудо какое-то. В итоге оказалось, что у контейнера дырка в потолке. Причем такая реальная конкретная дырка. Вот. Пробитая снаружи. То есть, может быть, углом контейнера там. Не знаю. Короче, посмотрите, мне опять надо было заторповывать, ну, вот эту коностогу. Ехать в какое-то другое место. Там же в порту, слава богу, недалеко. Вот, но получилось долго. Потому что я поехал, они мне такие, представляете, там такие длинные линии. Вот. Ну, и куча контейнеров, да. И они мне говорят такие, нет, типа нельзя, там оверсайз какие-то разгружаются. Короче, говорят, назад сдавай. Я такой, б***ь. Вот. Ну, короче, я не знаю, сегодня день, это просто капец. У меня, как вчера был такой же. Вчера подушка бахнула, разгружали долго вручную. Сегодня вот эта история... Я, честно, наверное, в портах в последний раз в жизни я был. То есть, я не знаю, это должны очень хорошо платить за то, чтобы я в порт поехал. А тем более здесь из порта в порт, да, то есть контейнер разгруженный забрать в порту, разгрузить и отвезти в другой порт мне. Я в такую тему, честно, больше не вписываюсь. Ну, либо это должны быть какие-то очень хорошие деньги, потому что порт, это всегда, ну, это всегда какой-то, это какой-то всегда бред. То есть, я понимаю, люди, которые работают в порту, у них уже все налажены документы, все-все-все, они знают, что делать, поэтому у них это быстрее занимает. Но когда я не работаю с одним и тем же портом, а езжу по разным местам, ну, для меня это каждый порт, это каждый раз, это какой-то прям геморрой и стресс. Поэтому я завязал с портами, честно, я больше не хочу этим заниматься, это в пустую потраченное, в моем понимании, в пустую просто потраченное время. Так, будем грузиться мы с вами на Лас-Вегас, Дима Малыш будет ехать с нами, вот, и пока я грузился и разбирался, я сегодня весь день на телефоне с самого утра, вот, и на суете, на какой-то набегатне. Просрал я груз хороший из Лас-Вегаса на Флориду, вот, Дима Малыш его взял. Он пытался договориться с агентом, чтобы его мне отдали, этот груз, вот, но не получилось. Поэтому Димон сделал, что смог, чтобы я тоже забрал этот груз, но, к сожалению, такие дела, такие дела. Написал я, ну, естественно, загрузиться я должен был сейчас, у меня еще три часа ехать, вот, на здание на три часа. Ну, я написал чувакам, которые там грузят, вот, опять же, Димон Малышу привет, спасибо, потому что он сказал, что он там договорился с ними, говорит, ну, они, короче, он им сказал, что я опаздываю очень сильно из-за порта. Они сказали, пусть звонит, мы еще подъедем его разгрузим. Ну, вот, я написал, позвонил, пока никто не отвечает, но все равно еду в ту сторону. И мне вообще беда, точнее, мне тоже надо бы, вообще, мне надо два колеса еще у меня на крыль. Кошмар какой-то, просто, мне... Я с ума ссаду, мне кажется, скоро. Вот, от всего, от этого. Все, ладно, едем, все нормально. Все будет нормально, не ссать, прорвемся просто, блин. Так, никогда не прорывались, прорвемся. Вот, увидите. Так, заказал два колеса. Два бридж-стоуна сейчас пойдут на трейлер. У меня одно прям такими волнами уже прям лютыми, другое, у него видно прям порез сильный по протектору. Вот, и все бы ничего, но может сейчас отслоиться. Сейчас жара стоит 108 по Фаренгейту, ребята, 108 по Фаренгейту. Это капец, жара такая, и очень страшно, честно говоря. Пока у меня трейлер пустой, у меня все-таки эта проблема не ушла глобально с трейлером. Мне его там поднимать, еще что-то делать прям тяжело. Вот, и пока трейлер пустой, надо, конечно, это поменять. Колесики выбрал. Конечно, там, чувак, за палец менять язык на стоге. Будет трудновато. Но, что есть, то есть. Друзья, я сейчас, конечно, узнал цену на колеса. Это капец просто. Резина взлетела в цене так. Я сейчас на трейлер. Два колеса, короче, они, вот если прайс такой с магазина, да, на тракстапе, 700 баксов. Ну, у меня есть дискаунт определенный. 700, что-то там 30 долларов, она сказала, так вот стоит. Колесо на трейлер, бриджстон, это не Мишлен. Я еще недавно Мишлена покупал на Драйве и XDN, да, искал. И вот эти, которые у меня сейчас стоят, они, ну, блин, других денег совершенно стоили. Это жесть. И она говорит, да, говорит, цены в последнее время улетели просто куда-то в небеса. А траковый бизнес улетел куда-то на дно. Что происходит, я вообще понять не могу. Бля, аж страшно становится. Ну, все, у меня теперь с одной стороны два колеса новые, а с другой стороны два колеса хорошие, бушные. Прям хорошие. Фу, блин. Фу, везем в Неваду. Короче, вот здесь вот все откручено, блядь. Вот, а они, видите, просят именно снизу пускать стрепы. А вот эти откручены были все. Я сейчас все закручивал. Просто откручены были вообще на похерах, как бы. Все, ребят, давайте затягиваемся и валим отсюда. Потому что пора. Так, этот не затянули, а этот уже затянули. Капец душнило на улице. Я тебе говорю. Фу. Это капец, ребята. Очень жарко. Очень влажно. Не, ну оно и понятно, когда такой секси-мачо, как я. Здесь это будет влажно. Что ты сейчас сказал, да? Фу. Все, пойду бутер возьму. Они там бутер раздаются. Ну все, ребят, поехали. Такой сэндвич нам дали. Bacon and eggs. Полторы тысячи миль. Вес где-то 30 тысяч паундов примерно. Ну, где-то так. Вот. Погнали работать. Вот, там уже с малышем встретимся. Капец жара. Все, погнали. Все, мы уже до Альбукерки добрались. Не в Мехику. Еду. Погода классная. Вчера, конечно, это капец было. Весь день. 110-111 по Фаренгейту. Кондиционер просто на максимум. И тоже жарковато было. Такое себе. Вот. И боюсь быстро ехать, да? В такую погоду. А сейчас еду. Что там? Я еду 76. Вот мы спустились довольно керпки. Вот 76. Вот. Сейчас поднимемся. Может опять похолоднее будет. Поэтому пока фигачу. Потому что потом опять, когда жара начнется, я опять буду медленно ехать. Я буду ехать там 65-67, чтобы колеса беречь. Надо мне сегодня максимально проехать, максимально много, чтобы успеть сделать рестарт в понедельнику. Ну все. Так, подъезжаем к дамбе Гувера. Гувердэм. Так называемый. Мне душа заложило немножко. С горы иду, так сказать. Вот с этого моста дамба сейчас будет справа. Вид просто потрясающе открывается. Я вам вообще говорю, отвечаю. Да, был тут несколько месяцев назад. В качестве туриста. Что-то мы с Димоном, короче, так встретились. Тусили в гостинице. Так ничего вообще не снимали, честно говоря. Просто как-то просто хорошо проводили время. Такие дела, друзья. Так вот и ездил. Все, едем разгружаться. Вон наши панели солнечные видно. До них ехать полчаса. А их видно отсюда, потому что мы на горе находимся. Вон они. Там вот солнечные панели. Сейчас мы туда едем разгружаться. И потом Димон остается в Лас-Вегасе. У него груз из Лас-Вегаса там на неделе будет. Вот. А я уеду в Калифорнию. У меня завтра загрузка. Но самое интересное, что delivery у Димона на севере Флориды у меня в Северной Каролине в одно время. То есть у нас там такой запас по времени. Я буду бы в Северную Каролину ехать в нас уковыряя. Что тоже, в принципе, неплохо. Но загрузка завтра обязательно. Вот такая фишка. Как вам рама у Димона? Нравится такая длинная? Я бы, наверное, вот такую длинную бы не хотел. То есть в этом, конечно, есть фишка. Но длинная рама, это есть свои определенные плюсы. Но вот у нее, мне кажется, чересчур длинная. Ее бы покороче бы. Ну все. Мне кажется, это было бы круче. Да, вот такие, конечно, фермы в таких местах, мне кажется, очень решают вопрос. Солнце здесь всегда. Вот. И, конечно, это, я думаю, огромное спасение, выход из положения. Если ветер еще дело такое, ветер может быть, может не быть. Представляете, да, сколько вот эти, это же фермы таких много в Раково-Класс-Вегаса, да? И считайте, вы получаете просто вот бесплатный источник. Ну, условно бесплатный понятие, что выстроить вот это вот, вот это все, это стоит огромных денег. Но я думаю, что это все окупается. Но окупаемость там тоже, слушайте, небыстрая, кстати. Но когда делаете такие масштабные дела, да, то там про быструю окупаемость речи не идет. Там идет речь, в принципе, об окупаемости. Ну, раз это активно развивается, значит, это выгодно. И поддерживать это выгодно, и чинить, и менять, и ремонтировать, и так далее. Ну, то, что мы с Димоном сейчас везем, я не знаю, что это, да? Вот. Ну, конструкция выглядит очень просто. Димона такие же тоже четыре, я четыре. Вот, стоимость одной такой штуки 300 тысяч долларов. Да. Ну, вот, умножаем, да, мы везем восемь таких. Ну, а там таких вообще много, там что-то 10 или 11 траков везет, подобную штуку. Вот. Плюс еще в Уверсайзе там что-то везут. Ну, то есть там нормально стоимость. Я как раз на камеру говорю, можешь передать привет всем. Что-то он сказал. Мы на разведку пошли. Узнать, что как. Хорошо уже на улице, да, Димон? 90, да? Уже, ну, больше. 95, ну, жарко, жарко, конечно. Алоха все. Видишь, ты сам себя видишь. Я сам себя видишь, да. А, видишь, ты заглушил. Мне не заглушить. Почему? Ну, жарко будет сразу. А согласись, в пустыне есть какая-то у тебя прям тишина-тишина, да, какая-то? Точно так же на Аляске классно тишина. Да, 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 там вечерком выходишь и просто... Особенно у меня на источниках, наверное, ласит. Да, просто пробуешь. Тише. Это, сука, ты там шумишь? Нет. А может, кстати, вот это? Да, это вот. Это гул какой-то стоит. Ну, а ты слышишь такое трещание? Трещание это от них, да, да, да. Я думаю, что и гул тоже от них. Там он, мышка сидит. Или суслик. Суслик, я просто боюсь, я сейчас ближе подойду, он, наверное, убежит от меня. Ну, если вам видно. Он на второй деревяшке сверху сидит. Смотрит на нас. И все, и в дырочку. Короче, Димон, у него еды нету, блядь. Он за сусликом охотится. О, нормально там что-то завелось, да? А, смотри-ка, вот черный дым пошел. Надо им эти клапана настроить, Valve Adjustment сделать. Да, мы первые. А ты говорил, очередь, очередь будет. В 6 утра хотел приехать. Блядь, мы были бы здесь в 6 утра, как дебилы бы сидели, блин, тут в пустыне. Не верьте всему, что говорит Ваня. Я вообще говорил, не надо сюда ехать так рано. Да, мы за час приехали, нормально. А где, интересно, все, серьезно, оверсайзе все? Оверсайзе где-то. Ну, я звонил чуваку, он говорит, просто к 10, типа, приезжайте и все. Ваня говорит, дай посидеть в траке. Я говорю, ну, садись. Сел такой вообще впечатлительный. Блин, как ты, говорит, здесь едешь в этом танчике. Капец, блин, носатый, просто жесть. Офигеть. Фига у него нос такой, блин. Да, место, конечно, здесь просто, ну, прикольно, слушайте, да. Ну, вообще, охренеть капот. Как тебе вообще в нормальном траке сидеть, скажи, пожалуйста. Нормальный трак, супер тема. Место, да, сразу много, высоко, да, вокруг, большие окна. Да, да, типа, окажется. Такие дела. Сидеть, блядь, там, мониторит. Так, в этой гонке намечается явный лидер, это я. Меня первого загоняют, второй Димон поедет. По одному траку загоняют. Ну, как бы, и хорошо. Ну, вот и все, разгрузка наша почти завершена. Он уже Димона подогнали. Что ты? Что там? Я говорю, что вот эта прикольная система, когда у них дул, да, такой силы. Ага. Есть ли у нас, но эти компании есть, видят, да. Есть на веревочках. Да, есть на веревочках. Зараздо удобнее, чем. Ну, да, согласен. Ну, и то, и то. Потому что вот эта тоже нужна штука, когда у тебя что-то высокое. Да. А, у Димона маленькие вообще они. Нет, это большие были. А у него маленькие. Халявчик, блин. Ну, шо, вот и все. Траки ланстаровские. Чисто ланстаровский груз. Как много конкурентов, а? Капец. Продолжение следует...